Превращение калийной руды в минеральные удобрения – процесс непростой. Поднятая из выработок рудника порода проходит несколько сложных этапов, прежде чем попадет на поля в виде ценной добавки для почвы. Сначала она попадает в отделение измельчения, где перемалывается в огромных мельницах. После этого помещается во флотационную машину, где к частицам хлорида калия приклеиваются пузырьки и выталкивают их на поверхность для последующего отделения. Затем полученная фракция сгущается, фильтруется, сушится и гранулируется. Такой метод обогащения руды называется флотационным. Его и применяют на софт третьего рудоуправления вот уже почти 50 лет. Сама технология за это время не изменилась, а вот подходы к процессу производства год от года совершенствуются. Сейчас фабрика в стадии масштабной реконструкции, в ходе которой реализуются сразу несколько крупных проектов. Реконструкция отделения сгущения и отделения отвалов хвостового хозяйства, а также модернизация флотационных секций, которая позволяет увеличить их производительность сначала до 230, а потом и до 250 тонн в час. Мы полностью перешли, скажем так, на оборудование собственного производства. То есть мы ничего фактически не закупаем. Все производится силами наших организаций белорусских. То есть производятся гидроциклоны, производятся у нас фотокамеры дополнительные, готовится реконструкция секций, увеличиваются фронты основных переделов технологических, что позволяет увеличить рудные нагрузки на секции при сохранении всех требуемых технических параметров. Реконструкция отделений главного корпуса практически захватывает все цеха, начиная от главного корпуса, погрузки, сгущения, сушки. Мы планируем после окончания реконструкции увеличить технологическое извлечение и освоить выпуск беспыльного продукта марки О и марки С. То есть вот это наша цель. То есть выйти на те показатели стандартного, так называемого, продукта, который будет востребован в мире, который хорошо выгружается, хорошо складируется. По словам начальника фабрики, после модернизации, которую, к слову, ведут без остановки производства, предприятие сможет перерабатывать 2000 тонн руды в час и работать в таком режиме постоянно, сохраняя при этом качественные характеристики минеральных удобрений. Опытный обогатитель знает, о чем говорит. Николай Авраменко возглавляет фабрику третьего рудоуправления с 2002 года. Пришел сюда в 1984-м по распределению, работал флотаторщиком, мастером, теперь руководит коллективом в семь сотен человек. Сегодня в фабрике третьего рудоуправления есть чем гордиться. По итогам 2018-го впервые в истории калийной промышленности фабрика перешла рубеж в 3 миллиона тонн калийных удобрений в год. Это рекордная цифра. Рекордом отмечен и март этого года. Фабрика произвела 304 тысячи тонн калийных удобрений. Сегодня предприятие решает весь спектр производственно-хозяйственных вопросов. От выпуска продукции и модернизации производства до благоустройства территории и социальной политики. По итогам производственно-хозяйственной деятельности за первый квартал софт третьего рудоуправления заняла первое место. В эти показатели входят достигнутые объемы производства продукции, отгрузка продукции, такие показатели, как производительность труда, экономия энергоресурсов, ну и ряд еще многих показателей, по которым оценивается производственно-хозяйственная деятельность рудоуправлений. И это очень приятно для всех нас, потому что мы уже давно не занимали первое место. Конечно, это очень было напряженно, тяжело, но мы добились этого и этим гордимся. Сегодня почти 100% продукции фабрики третьего рудоуправления уходит на экспорт в 88 стран мира. Высокое качество удобрений, рост объемов выпускаемой продукции, совершенствование производства – результат работы сплоченного профессионального коллектива. Решающий фактор для любого предприятия – работники. Ими руководство фабрики довольно. Успешно проходит и смена поколений. Ежегодно под руководством опытных работников новая профессия осваивают десятки молодых специалистов. Коллектив хороший, умеет работать и нацелен на совершение всех, то есть выполнение всех тех задач, которые перед нами стоят. Для того, чтобы всем жилось хорошо, чтобы процветал и город, ну и окрестности наши. В преддверии праздника хочу пожелать всем работникам колейной промышленности города Солигорска больших успехов, творческих успехов, успехов в труде, крепкого здоровья, счастья в личной жизни. Чтобы все возвращались домой здоровыми, крепкими, чтобы думали о своих семьях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...